доброго времени суток всем с вами федерация московское отделение федерации спортивного кикера россии с вами великолепный андрей ашитков и роман землянский непревзойденный роман землянский доброго времени суток всем еще раз ребята пожимают руки что у нас сегодня происходит у нас сегодня великолепнейший матч в интернациональный мульти гендерный скажем так матч open doubles и это конечно же филипп кучер ильнура калинина играет с артём бочков и александр маркин топ-1 топ-2 метод нашего рейтинга видимо против топ-1 топ-2 австрийского рейтинга если мы правильно понимаем уровень такого противостояния и так что у нас происходит у нас уже первый первый гол александр забывает банк шот стучит по столу потому что собственно почему бы и нет и приклеивающийся пас на пятерке от филиппа да вот зачем нужно будет здесь понаблюдать что необычно для нашего глаза российского это за пятеркой филиппа опции другие и реализация невероятно тёрки так что очень советую проследить и так филипп уже сделал две аж целых две попытки забить александру маркину все мы с вами знаем что александр в общем-то он тот еще крендели если так можно выразиться александру просто так не забьешь а вот артем артемио артем он арт 21 бачков вот это вот все он спокойненько цепляет пяточкой забивает снейк шотик и это в общем-то уже 2-0 в пользу российских кибер атлетов до получается саши хватает навыков чтобы защищаться ильнуре пока нет но получается так а вот в общем-то 50 процентов до 50 процентов пока что неплохой уровень отбитых мячей от ильнур и вот он даже кстати неплохой удар показывается аж помню чуть-чуть на реакцию съехал я пока еще не успел заметить какую именно защиту они держат и вот саша вставляет мяч и забивает какой-то вот такой вот в общем-то быстрый да какой-то вот что-то типа квадратного да или калыш это справедальний очень похоже на 2324 защиты я уж не знаю что там в австрии держит ну вообще-то не знаю в россии то ильнур в общем-то поиграл какое-то время наверное рассказал филиппу что надо делать как тут от настоящих чуваков надо защищаться филипп уже снова попытался какой-то такой получиз сделать снова попытался забить не получилось у него счет пока что 3 а или сколько до 30 в пользу пользу ребят из россии и вот артем пытается пройти филиппа снова не получается у него пока что конечно выглядит так что ой интересно это что-то было по-моему это была твоя опция по мандрине не считаешь такой что попытка этого да что-то смотрел точно и вот он снова перехватывает так значит выставляет ну да что это артем и снег ну что это это в общем-то достаточно и и айконик да если говорить по-русски связка комбинация пытался он забить ильнури не получилось и снова приклеивает мяч мистер филипп тапает тапает смотрит бабах а вот по-моему прокрут был не кажется такого нет нет но судьи нет как говорится продолжаем играть правильно за нарушение зафиксировано не было все судьи за столом вот именно 31 откапывается филипп катает мяч на пятерке и великолепный уол пас и господин артем снова выдыхать потому что пока что конечно филипп проходит артема практически как нож проходит масло к сожалению к сожалению для артема но парочку пасов конечно он смог перехватить но пока что вот то о чем говорил андрей действительно воплощается в реальность действительно получается достаточно неплохо у него играть на пятерке артема надо немножко ну как-то выдохнуть а может и выдохнуть кто знает как-то нужно играть по-другому потому что вот про что я говорю что в россии я не видел чтобы кто-то так давал пасы с пятерки на тройку просто это может быть даже не сложно но непривычно уж точно интересно вот снова саша отбивает даже после таймаута не получилось у филиппа забить и вот что-то да что-то как-то вот он такое ощущение что намазал мяч вот чем-то таким ну противозакон но все-таки конечно ставки высоки это все-таки аксиом пап на бауманской ну филиппу филиппу хочется выиграть и вот он забивает снэйк и вот тут вот вот уже отставание сокращается так и какой у нас счет получается а вот где-то что-то типа 3 3 3 2 где-то вот так вот если по математике опасные согласен опасные вот он перехватил мяч артема снова не получилось по пройти филиппа на пятерки и тут саша маркин выпускник школы кикера из москвы забивает еще один удар и вот уже 42 об попробовал да вот этот быстро опция не получилось но обычная опция получается слишком большая результативность и при этом очень много саша отбивает да пока что конечно саша тащит можно сказать у артема ну так не самая плохая реализация на тройке то есть 11 уже забил это лучше чем ноль попробует он еще раз забить раскатывает мяч небольшой rocking так сказать старый добрый и рассчитывал на то что ильнура уедет но ильнура решила остаться куда и уезжать она ведь она ведь дома куда и еще ехать правильно раз чтобы к всем пап возможно но она уже и туда приехала и поэтому и остается только смотреть на то как филипп великолепно на реакцию съезжает на пас в дырку перехватывает мяч вниз не получается у него подбить и поймать отскок на тройке тем не менее перехватывает он удар саши и попадает в крышечку в такую в легкую кепочку ворот саши и вот мяч уже на пятерке и старый добрый артем бачков будет показывать как отдают пасы будучи первым местом российского рейтинга так а теперь мы смотрим как это дает австрийский не топ-1 насколько я понимаю но он что-то там где-то там ну неподалеку скажем так но до российского топа его тоже скажем так далековато пока что да в конце концов в турнирах он не участвовал сложно как-то судить до на кубок россии пока не отобрался но будут еще шансы будет еще шансы весной возможно возможно летом да ну возможно еще какое-то другое время года но пока что пока что он снова приклеивает мяч и вроде бы как это было даже не на центрального игрока не кажется центрального даже не на центрального у него есть скажу это слово специальная серия очень похожие друг на друга пасы и при этом отдающиеся в разные дырки на пятерке да это очень интересное замечание действительно мне казалось что движение происходит абсолютно одинаково и как будто все время есть ощущение что пас приходит на центрального игрока но он варьирует опции был коротенький пас а тем не менее у нас только что был таймаут которым филип подумал собрался с мыслями и решил бить свой коронный снэйк как думаешь обдумывал он долго это я думаю что не очень долго обдумывал но попал он в кепочку снова снова попал в кепочку ворот саша не не спорит в общем то собственно а чё спорить счет 4 4 нужно просто закрывать этот сет сейчас артем отдаст и идеальный пас собственно вот именно это и происходит великолепная серия кого листьево листьево денеса листьево из санкт-петербурга пас борт не получился сразу пас дырку хороший быстро уверенный пас таймаут тоже очень уверенный немножко смущение мне кажется есть на лицах у ребят это все в рубашечка все красивые я думаю что никакого смущения здесь так сказать нет все эти ребята ну и они пока привыкают они пока что расслаблен это первый сет это первый тайм-аут для артема это но не первый снэйк будем откровенно это уже какой-то из снэйков по счету там 4 5 6 но не туда попытался он дотянуть до единички длинные на себя мне кажется не попал он ворота и ильнура филигранным движением переносит мяч брашит его в дальний угол саша его ловит сейчас мне казалось что хотя попробовать пулкик но не получилось у него передумал выставил на пулшот и ильнура как будто даже микроскопически дернулась и вот отскок и мяч у артема бачкова это снова снэйк это битва снэйков нас сегодня в общем то как и практически в любой другой день нужно артему что-то менять есть ощущение шильмур очень высоко держит вратаря все равно тему забивать не там где игроки поэтому проверить мы это не сможем но просто внешне кажется что вратаре высоко и под ним есть место для мяча ленхарти это может быть опасной ошибкой мне кажется что это достаточно распространенная ошибка на самом деле потому что ну я не могу сказать что если то же самое наблюдается у меня то значит что это распространенная ошибка но могу сказать что это то же самое наблюдается у меня при игре в защите на этом великолепном немецком столе посмотрим насколько ильнура с этим справиться заметит ли она это. Пока что нельзя сказать, что это решило исход матча, потому что действительно Артем забивал туда, где Ильнуры не было. А вот тут вот парочка ложных замахов и снова приклеивается мяч и длинный на себя. И, в общем-то, Филипп достаточно уверенно заявляет о своей команде в втором сете этого противостояния. Да, первый сет ребята забрали. Были спорные моменты со стороны забитых голов у ребят слева, а нет, справа, да, у нас они на картинке. И забивает Ильнура очень аккуратненький, филигранненький. Саша куда-то уехал. Да, получается, что немного у них такая защита, ну, нельзя сказать, что он доверие на опте, безусловно, но Ильнуру достаточно сложно прочитать в моменте начала удара, потому что он может быть не такой сильный и не такой сверхзвуковой, но зато он суперточный и очень даже коварный. Можно так его назвать, удар. Тем не менее, серия отскоков от разных бортов и вот снова прямой снейк от Артема. Или, возможно, был суперкороткий, не удалось не разглядеть. Ну, такой стапом. Стапом. Вот именно. Потопал, забил. В общем-то, Иван Дровко практикует уже где-то четыре года. Вроде бы работает. Посмотрим, как работает у Артема. Пока что полет нормальный, но матч еще не закончился. Знаешь, что я хочу заметить? Видел такое, наверное, в первый раз за три года игры. Саша не поймал отскок с паса. Чего? Да. И вот по итогу мяч все равно оказался у Темы. Череда событий повернула игру в эту сторону. Но Саша действительно не поймал отскок. Господи. Я помню, что в свои первые дипы был один человек, который все время кричал, можно сказать, истерически «Отскак!». Это был великолепный Роман Ни Грей. И после этого я понял, что у защитника есть только две задачи. Это ловить отскоки и выносить мяч. Можно даже не отбивать, на самом деле. А вот, вот защитник демонстрирует еще одну свою роль в этой игре. Это отдавать пасы. Видна, конечно же, видна австрийская, европейская точность и, можно сказать, образцовость парной командной игры в этом формате. Ей отдается пас с двойки на тройку. Это то, чего нам не хватало. Но вот в России, собственно, со снэйками пока что проблем намного меньше, чем с пасами с двойки на тройку. Зато посмотрим, какие у нас дела с пасами с пятерки на тройку. Ощущение, что Филипп играется с детьми на пятерке. Это очень простые опции внешне. И при этом как-то очень сложно прочитать. Попытка банкшота от Саши успела Эльнора приехать или Саша не попал. Мне очень понятно было. Да, интересно, что Саша обычно банкшот так быстро не бьют. Опа, Саша, ну это уже залет. Это уже два из двух. Это, ну, заявочка. То есть, вроде бы, Саша все отбивает. Возможно, он и сейчас сможет отбить. Да, действительно, решил он не уезжать. Но от скольки-то не ловится. Это плохо. Это демотивирует Артема. Из-за этого, возможно, он перестанет забивать. Кто знает. Саша сейчас очень на опыте встал в четверку-тройку и стоял там где-то секунду. Филипп очень уверенно попал ровно в игрока Саши. Какой-то опыт есть все-таки у этого игрока. Если кто-то сомневался, его то же самое произошло. Он не двигался, Филипп ударил прямо в него. Да, думал, что, ну, такая легкая заманушечка была, да, но Саша, в общем-то, ну, да, ну, что-то, ну, как-то вот, да. Ну, мне кажется, что есть. Что-то есть. Есть, да, есть вот что-то такое. Но Филипп, скажем, дружно, как говорится, тоже может. Правильно? Вот он перехватил мяч очень быстро, он так расческой подергал на центре, перехватил отскок, и вот оно, вот уже вот там вот, а у нас операторы. Команда операторов была приглашена с Войковской станции метро Москвы для того, чтобы запечатлеть этот прекрасный матч. И вот Артем спрашивает у Саши, как бить Снейк. Видимо, видимо, что-то ему вот не нравится. Возможно, он брал у него в прошлом уроке. Возможно, они бывшие какие-то сокоманники советуются. Возможно, это вообще начало великолепной пары для будущего. Все-таки это топ-1 и топ-2 российского рейтинга вместе. Видели ли мы когда-нибудь такое? Мне кажется, нет. Ну, я историю плохо знаю. Скорее всего, Саша, когда ты играл с Сергеем Кличком, я думаю, что они занимали первую-вторую строчку рейтинга российского. Слушайте, это справедливо. Но вот видите, я вам говорил про пас с двойки на тройку в австрийско-европейской школе, а вот Александр с блокшота демонстрирует пас на тройку. Это ли не прекрасно? Артем демонстрирует реализацию прекрасного совета от Александра Маркина и забивает Снэйк. И вот счет 3-2. По увереннее, конечно, выглядит игра, ребят, в этом сете и на тройке, и везде. Но, в общем-то, мистер, мистер Филипп, Филипп, что-то как-то, да, вот, ну, как нож через масло проходит Артема пока что, да, при всем уважении к Артему, как-то вот играючи он себя ведет и все у него получается. Да, но Саша стоит как каменная стена и он тыкается ножом и не может никак пробить и тупит, тупит лезвие с каждым ударом все больше. Да, я, кстати, заметил, что после последнего незабитого удара Филипп немножечко как-то вот такой, ну, в тильте, да, ну, чуть-чуть, чуть-чуть выдохнул, вдохнул, тут надо, конечно, немножко концентрации добавить. Я думаю, что потихонечку ребята начинают, как бы так сказать, злиться, разогреваться. Казалось, что был, может быть, легкий сотряс, но ребята не колятся. В конце концов, все судьи за столом. Пробует Артем отдать банк пас, не получается у него и отскок ловит, конечно же, Ильнура. Выставляет на полшот и оп! И пас. И пас. Но не Снэйк. А что делать? Ну, вот так вот, да, ну, что ж, ну, конечно, такие штуки надо реализовывать, но я думаю, что сейчас, в общем-то, ну, походу, игра начинается. 4-2. Без паса поиграем, я думаю. Итак, не получился пас. Мне кажется, это первый пас за сет, который не получился у Филиппа. Ну, там были, извините, там были, конечно, попытки у Артема закрыть. И вот я сейчас не понял, то ли, ну, съехал, то ли, ой-ой-ой-ой, и снова. Да, ну, ну, какой-то, ну, в общем, ну, вот так, вот так бывает. Мне кажется, что Артем, у него получалось пару раз, так как-то на быстром движении, возможно, смахнуть пасы Филиппа, но пока, конечно, тяжеловато ему дается это противостояние, и снова не забивает, и Филипп начинает думать, так, так, ладно, поиграем. Ну, хочу заметить, что последние удары у Филиппа были из тех, что шли в ворота, там один был в штангу, но из тех, что шли в ворота, были не очень длинные. Саша закрывает сет, Филигранно забивая по 2-3 сети защиты. Видимо, не стоит им пока меняться, правда? А вот оппонентам надо что-то менять, надо о чем-то подумать. Интересно, кстати, на каком языке они общаются, потому что все-таки интернациональная команда. На албанском. На албанском, вполне возможно, надо узнать, как, чего, пока выдыхать. Что, меняются, нет? Нет, не меняются. Ну, ладно, что ж, у нас впереди третий сет, ребята выглядят уверенно, пока что, конечно, ну, кажется, что вроде бы уже разогрелись. Может быть, не до конца, но вроде бы уже разогрелись, но Филиппу обязательно нужно что-то придумывать, прочитать как-то защиту Саши, потому что, да, он там забил штуки 4, вот сейчас Саша разъехался, и получилось у него такой коротенький на себя какой-то между забить, но тем не менее, в общем-то, и прошлый сет так же начался, а как закончился, да, тут, в общем-то, пока что мало выводов можно сделать, а вот и он, вот и Артем приклеил пас, на тройку, вот и у него появляется шанс, так сказать, всему миру показать свои способности. А мир смотрит. Мир смотрит действительно снэйк. Долгий тайминг, короткий снэйк, поменял тактику Артем на ударе, от классической своей, и она работает, она дает свои плоды. А какая у Артема классическая тактика? Ну, так я вижу, что на большом тайминге, чаще всего Артем бьет все-таки по углам, или бьет по прямой, но редко выбирает короткую опцию. Сейчас он чаще начал тапать, чаще начал убирать короткую опцию, это, ой, какой, какой аккуратненький. Да, при такой технике, на самом деле, вот удары у Нюра очень легко контролировать, ну, не то, чтобы очень легко, но у него очень хорошо получается брашить, брашить мяч, и контролировать спрей. Интересно, что вот заколили сотряс, но не отдали мяч на тройку. И вы заметили, это, кстати, заметил, что, в общем-то, Артем-то только что попытался закосплеить своего оппонента, и попытался отдать пас на второго игрока. Ну, я тебе так скажу, косплейт он начал еще до того, как это стало, так сказать, мейнстримом. Такие пасы он пробовал давать, и как минимум на дипах я их видел уже не первый месяц, наверное. Вот. И опять забивает Эльнура из защиты, как говорит Филипп, действительно, керит ее в этом сете пока что. Опа! А вот и Артем керит, так сказать, Александра, и вот уже счет, так сказать, у нас изменился, стало 3-2. Но Эльнура действительно демонстрирует, демонстрирует прекрасные, прекрасные, так сказать, бодрость, духа, опыт и хладнокровие, забивает уже 2-е защиты в этом сете. И Филиппу надо что-то показывать. А вот и показал. Вот и показал, и 4-2. И, в общем-то, сейчас, конечно, ребята достаточно быстро, к тому, чтобы завершить этот сет. А вот и наконец-то длинная диагональ от Артема и быстренький снэйк от себя. Выглядит так, что Артем, в общем-то, вспомнил, что он тоже в этой игре, так сказать, присутствует. Не то, чтобы до этого его не было, конечно, он забивал, он отдавал пасы, но сейчас вот первый такой хороший, ну или второй хорошо, хороший, уверенный пас, быстрый снэйк, где-то буквально там на второй секунде, достаточно далеко. И вот 4-3. И, в общем-то, на наших трансляциях вы много раз уже слышали тот факт, что 4-3 это самый опасный счет как для одной, так и для другой команды, потому что сейчас, можно сказать, очень многое решается. Именно поэтому Филип взял тайм-аут, покатал, попытался снова отдать пас. И вот, вот, как это, сверхзвуковое было неносное решение. Брашик с противоположной диагонали забил снэйк и, наконец-то, они забрали еще один, точнее, первый сет. И, в общем-то, 2-1. Да, 2-1. Посмотрим. Откоп произошел небольшой. Ребята, конечно, поймали небольшой куражик в этом сете. Ильнура начала сет с двух уверенных, может, не начала, но, по крайней мере, продолжила уж точно. Двух уверенных, забитых пулов и защиты. Вот. И начинается, какой это у нас получается? Четвертый сет? Четвертый, да. Напоминаем, что у нас игра идет Best of Seven, то есть, это до 4-х побед. И пока что нам предстоит понаблюдать как минимум еще два сета. Если ребята из Москвы окажутся сильнее в ближайших двух играх до пяти, а вот достаточно быстрый и длинный удар забивает Филипп. немножко поувереннее он стал в реализации против Саши. И вот сейчас как-то что-то будет придумывать Артем. И, конечно, пока что кажется, что как будто какой-то авторитет, что ли, Филиппа. Или, не знаю, может быть, техники не хватает. А может быть, Филипп просто действительно очень хороший. Вот Ильнура свой браш срывается у нее и как-то уголком отскок ловит Артем. И вот он, как раз-таки быстрый таймик, о котором мы говорили в самом начале. Играет на руку Артему. Оп. Ну, реализация. Мне было бы интересно посчитать. Конечно, никто не будет этим заниматься. Но реализация пасса зеленых игроков просто удивительная. Я думаю, что нам нужно всего лишь сделать пост на реддите. И конспирологи все сделают за нас. Господа статсмены. Но, тем не менее, да, как когда-нибудь может быть кто-нибудь напишет диплом по поводу процента успешных, успешно принятых решений Филиппа Кучеры. А вот и успешно принятое решение от Ильнуры Калининой. Снова пас короткий на себя. Ловит отскок. Это самый опасный был мяч. Волосики назад. Быстро он очень летел. Но Ильнура думает, может быть пулкик. Может быть пас. А может быть просто надо забить. Видимо. А вот и снова. Бесшумный пулшот. Не слышно. Момент не видно. не слышно удара. И очень сложно не уехать на него случайно. Что-то, кстати говоря, есть похожее. Ой-ой-ой. Отскок. Улыбка. И ну что ж. Улыбается. Хотя внутри, конечно, ненавидят друг друга. Ну что, ну да. Это спортивная агрессия. Это противостояние. Что ж тут поделаешь. Но тем не менее, я начал говорить про то, что есть как будто в технике ее удара что-то прослеживается от Романа Бушуева. Вот есть у него такой вот очень очень грамотная бесшумная телепортация мяча в нападение. В смысле во вражеские ворота оппонента. Конечно, думаю, что не то, чтобы Ильнура там что-то подсмотрел. Возможно, конечно, наоборот. Но тем не менее, вот именно похожие удары я видел у Романа. И как-то неплохо у него они получались. Да. И опять получается у Саши отбить Снэйк. Реализация пасса Филиппа примерно равна реализация отбитых мячей у Саши. То есть, получается, что на игру это не влияет вообще? Никак не влияет, получается. Получается, что вот это все как будто бы зазря. То есть, конечно, зрителям очень интересно наблюдать как за одним, так и за другим так сказать, моментом или элементом игры. Пока что Артем показал очень быстрый пуш-кик, но Ильнура успела среагировать, потому что, конечно, пуш-кик в ближний ударит посложнее, чем пуш-кик в дальний, когда-то речь заходит о, ой-ой-ой, о, ударе открытой рукой, но тут, конечно, Филипп говорит, что мне пока что все равно, я пока что делаю, что хочу. Ну вот, а вот и Артем, да? Да. Быстрые опции выбирает Артем. До этого ударил пул-кик, сейчас ударил с центра, забрал мяч на центре, опять забрал мяч после отскока у Саши. Ха-ха, уже вторая сверхзвуковая опция у Филиппа, что-то он посмотрел, улыбнулся, да. Мне, кстати, вообще интересно, вот здесь какая-то история взаимодействия, история противостояния у Филиппа и у Саши, я вот даже не знаю, играли вообще никогда-нибудь друг против друга, потому что я вот, если честно, вообще впервые наблюдаю практически игру Филиппа, не считая вот матча, когда он играл против Драбика Хунштофера в каком-то финале австрийского турнира. Была история, которую рассказал Филипп, было когда-то давным-давно, они играли то ли пары, то ли одиночные, не так важно для истории, судьба в том, что пришла толпа поддерживающих Сашу фанатов русских и очень громко кричали на каждого забитый гол, будь то шара, не шара, и по рассказам Филиппа после первого закрытого с Сашей сетом, а, точно, это была парная игра, Филипп вернулся к напарнику и сказал, нет, брат, мы с тобой не будем больше пропускать мячей, дальше, со слов Филиппа, все закончилось, но Саша это всячески отрицает, так что мы уж никогда, наверное, не узнаем правду. Интересно, конечно, послушать какую-то, так сказать, другую версию происходящего, возможно, вот напарника Филиппа, потому что в данной ситуации он абсолютно выглядит беспристрастным, скажем так, но тем не менее, в общем-то, в этой игре сушками не пахнет, правильно? И сухари пока что ни один из вратарей не оформлял, все пропускают, все забивают, по-моему, 2-1, пока что-то не видно, что происходит, а вот тут, да, как-то вот, вот что-то вот такое, и оп, и все, и снова Саше нужно что-то делать, чтобы защищать, защищай ворота, Маркин, кричит ему тренер, все у него получается, выставляет на пулшот, ему будет ли это какая-то новая опция от Александра, потому что кажется, что все старые работают. не ловит отскок, а, решили, что это сотряс, вот только я хотел отметить, что очень много мячей Филипп оставляет у себя на пятерке, то есть не так много мячей проходит на пятерку, там, без касания игроков. То есть ты имеешь в виду, что на каждый удар Саши, что-то, ну, практически на каждый, или на большинство? Я говорю скорее не про удары, я говорю скорее про отскоки именно от ударов, там, Филиппа, отскоки от пасов, там, не знаю, Артема, то есть очень мало мяча рандомного проходит сквозь линию Филиппа. Опа! Ну ладно, что же, засчитаем, получается, но, кстати, вот твой комментарий, я слышал что-то подобное от господина Никиты Кузнецова, что, когда вот, ой, было бы приятно, если бы принял, конечно, но вот чуть-чуть не получилось. Тем не менее, Никита Кузнецов отмечал, что в Европе ребята, играя на Ленхарте, хавают вообще всю шару и все отскоки, то есть действительно все борются до последнего за каждый мяч и вот это то, чего нам бы, конечно, не помешало, то, чему бы нам не помешало научиться, потому что иногда очень ребята любят бросать ручки, скажем так, думая, что, ну, это рандом, что уж тут поделаешь, но здесь рандомом пока не пахнет, весь рандом в свои руки берет Филипп или Артем, потому что очень много он тоже поймал отскоков сейчас в разных ситуациях. А вот Саша не ловит. Саша не ловит, это уже третий или четвертый отскок за матч, который теряет Саша. скажу честно, ни разу такого не видел, ни разу не видел, чтобы Саша столько мяча отдавал. Возможно, это связано с тем, что Саша тренируется на Гарланде, а на Эленхарте игра намного быстрее в плане отскока мяча. Возможно, вот такую мы можем отмазку путать для чемпиона из Москвы. Тем не менее, пока что, да, по результатам нельзя сказать, что эти отскоки как-то сильно мешают его игре, потому что все отскоки он, так сказать, отработал, практически. А вот Артем, кажется, чуть-чуть приноровился к пятерке Филиппа и уже меньше мяча, куда меньше мяча проходит через него и, видимо, сейчас Филипп будет что-то менять, посмотрим, как быстро они адаптируются. Так, какие опции у нас есть? Опять пас. Шикарные опции. Причем, мне показалось, что был фейковый замах, то есть, она как будто сделала замах, что сейчас будет бить и просто очень так, как бы, не быстро, то есть, быстро было принято решение, но как будто не быстро, а вот. Ну, Саша что? Ну, может быть, он тролль, может быть, он забился с кем-то, может быть, был какой-то спор, что типа 7 отскоков. Что он может не ловить отскоки и при этом выиграть игру? Да, да, то есть, вот как вот ни одного мяча не пропустил Филипп после того, как Саша выиграл первый сет в том противостоянии, возможно, что-то похожее, какой-то вот пари ребята заключили, потому что действительно не похоже на Сашу, реакция у него Александра или как минимум его второе имя. Я бы сказал, с латыни она так переводится. Возможно, да, кстати, Саша Медик, я думаю, что он наверняка нашел какое-то применение своему таланту и шепчет, шепчет, да, шепчет Саша Артему, думая, что Филипп разговаривает на русском, но мне кажется, что шепот здесь в общем-то излишен. Кто знает, кто знает, конечно, Ну, на данный момент у него позиция не против Филиппа, ему нужно забить все-таки Льнури, и наверняка информация, которую донес Саша, может сыграть какую-то роль. Кстати говоря, да, я об этом не подумал. Но я думаю, что он просто сказал забивай. Ну, что тут еще, что тут думать? Вот у тебя мяч на тройке, у тебя всего лишь два игрока перед тобой, тебе обойти двух из пяти, что там, что там, там целых три, и вот именно это и показывает. Господин Артем, и вот счет, по-моему, уже чуть ли не 4-4, и вот снова, снова, ну, как-то, да, ну, вот что-то вот происходит, и игра уже снова ровная, а тут вот, да, ну, какая-то такая вот легкая, такой бабушкин пас с тик-така с небольшого, да, ну, 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 бывает, да, это Филипп Кучера, привыкайте, господа. Если бы моя бабушка давала такие пасы, вот, раньше начал играть. Возможно, еще все впереди. Сетфак, все так. Но, тем не менее, не в этом сете у ребят из Москвы, счет 2-2, и, в общем-то, что меняется? Неужели меняется? Неужели это тильт? Возможно. Посмотрим. Да, похоже, что Теме немножко тяжеловато забивать все-таки Ильнурия. В какой-то момент казалось, что он подобрал ключик, но опять Ильнура на шаг впереди каждый раз. Кстати, есть ощущение, что сейчас ребята как будто сделали это для контента, потому что сейчас у нас прошло 4 сета. Значит, нас ожидает еще, а, ну, собственно, в любом случае, а нет, может быть, два, два или три сета. И получается, что это как бы ровная середина противостояния. И ребята первую половину играли в одном сетапе, а вторую половину будут играть в новом сетапе. То есть, получается, для нас, как для зрителей, это просто идеальный расклад, потому что мы посмотрим на то, как Саша будет справляться с пятеркой Филиппа, как он будет справляться с двойкой Ильнуры, и как Артем будет защищаться от Филиппа. Интересно. Пока что все получается. Очень подвижная защита Артема, как-то сильно разница по своей защите Саши, который минимальные движения совершал. И вот два из трех он смог отбить, но третий все-таки после череды отскоков все равно забивает Филипп. Чуть-чуть он заманил, и в последний момент как раз-таки вот отличие от защиты Саши возможно в том, что Саша не дергался в момент удара как будто, а вот Артем он, конечно, он чуть-чуть вот он заманил в пятерку, и в итоге оттуда уехал, и туда и попал господин Филипп Кучера, но что ж, тут пока не так все плохо, да, то есть он три из четырех отбил, Саша пока что на пассе, вот у него с приемом небольшой, небольшие как будто проблемы есть, зато с отскоками вот проблем у Артема нет. А зачем, как будто бы вроде бы все не так лишь и плохо. Забивает Артем банкшот, а еще одна причина, по которой можно было поменяться, хотя Саша и полшотов забивал много, да, и защиты, но по крайней мере может разниться в количестве отданных отскоков данный сет, но пятерку все так же уверенно проходит Филипп, неважно стоит там топ-1 или топ-2 российского рейтинга, ну там отличие небольшое, господи, что там одна позиция, да, подумаешь, ну что такого, а вот тут вот на самом деле интересная стратегия, потому что, ну во-первых, вот, опа, главное, что пара круто не было, правильно, ты ручку бросил, все-таки, ну в общем-то, судья могу и за Колей такой, да, ну ладно, судей нет, так сказать, Коля в Питере, Коля в Питере, вот именно, и так, продолжаем смотреть, собственно, поинт-то какой был, во-первых, Саша наконец-то поймал свой пас, быстрый пиншот, да, и какие опции, он хорош, сбивает сейчас на Ся, у него есть опция быстрых пиншотов, и также к этой опции добавляется опция с фейком, он медленно накатывает мяч, делает такой, хеликоптер, накрутку над мячом, и бьет в другой угол, и по непривычке, или просто, если в какой-то момент моргнуть, можно пропустить этот момент, вот, получается, что целиком открытый угол, если ты в какой-то степени съезжаешь на реакцию, а защитники, ну, просто любой человек наверняка поедет на реакцию, на движение, если проморгать момент, что это фейк, а не настоящий удар, то противоположный угол почти всегда открыт у тебя будет. Да, ну, на самом деле, вот мне что понравилось, что ребята, вот получается, что Саша смотрел, какие решения принимает Филипп, я надеюсь, что Артем смотрел, ну, я про пятерку, конечно, я надеюсь, что Артем смотрел на то, как защищался Саша, и какие вообще, как вот Филипп бил, и сейчас они вот это, эти знания могут использовать уже как бы в новой, в полной мере, скажем так, в новом амплуа, в новом сетапе, и сейчас вот это может сыграть им на арку, потому что пока что вроде все выглядит не так плохо, но поменяться все может в любой момент, и вот мяч у Саши, и Саша сможет, возможно, сократить отставание, или даже выйти вперед, потому что счет 2-2. Вот, попытка была, по-моему, вот того самого фейка-хеликоптера, но теряет мяч Саше, пока не хватает контроля в этом матче, что он в защите, что пасы не ловит, бывает такое, никто не осуждает, просто необычно это видеть именно от него. Ну, Саша играл в защите, и действительно, вот первые несколько мячей после смены роли, они даются достаточно тяжело, потому что, ну, ты привык немного к другому, у тебя все-таки другая роль была, и другие задачи, и, собственно, и контроль мяча требовался немного другой, и сейчас ему, вот это как раз-таки те риски, на которые ребята пошли, вот сменив свои позиции, потому что, что Артем привык на пятерки, что Саша привык в защите, и казалось бы, что все хорошо, но вот сейчас они меняются, и, в общем-то, они могут много от этого выиграть, но могут много и проиграть, поэтому посмотрим, как ребята справятся с этим. Две сейчас обманки Саши не сработали, и в итоге его пасборд Филипп удачно, так сказать, предотвратил, но не смог вот этот чип Гимрановский принять. Кстати, интересно, вот все сейчас наблюдают эту невероятную как это, мастерпись офф-арт на пятерке от Филиппа на Ленхарте, но если посмотреть старые его матчи на Горланда, из него, к сожалению, не получилось ничего найти, он там дает серию пасов стик и чип, вот как раз тот самый Гимрановский чип, который ты сейчас отметил, это его классический пас именно на Горланда, если посмотреть эти игры. Ну и получается, что ему, в общем-то, налево-то должно быть вообще проще намного это реализовывать, потому что на Горланда, очевидно, с контролем куда больше проблем, чем на немецком столе, но, тем не менее, чип он не так уж и часто использовал, но вот ролловер или, может быть, даже пин прямой, и ребята принимают решение поменяться. Передаю в этом моменте привет Никите Кокорину, вот так вот забиваются ролловеры. Ну, стоит, стоит поучиться, конечно, московскому игроку вот этим моментом, потому что все-таки игрок мирового класса перед нами, в общем-то, можно сказать, практически четыре игрока мирового класса перед нами, в общем-то, кому-то, конечно, могут быть вопросы, но точно не к Филиппу, а к Саше, я думаю, что может быть даже и еще меньше вопросов, правильно? Все-таки ролловеры, это его стезиал, он любит, 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 да, любит снэки прямые бить, в общем, да много еще Саша любит, правильно? И мы Сашу тоже любим, Саша играет сколько уже, ну, где-то 150 лет, и все это время все мячи забиваются, и, в общем-то, все достаточно неплохо, и вот сейчас он перехватил пас Филиппа, а вот сейчас не перехватил, ну, вот это, а вот что, вот балует у нас, балует получается разнообразием, спасибо, Саша. Показывает, что бывает по-разному, что кикер меняется каждую секунду, забивает короткий от себя, мне кажется, первый раз он использовал эту опцию за все пять сетов, так сложно припомнить, конечно, но большая часть ударов все-таки наносились на себя, там, либо короткие, либо длинные, но вот показывает, что все-таки не зря он ставит не в самый угол мяч, а есть опция от себя небольшая. Да, Саша во второй раз попробовал свою коронную обманку с двумя ложными замахами и пасом в борт, Филипп снова не сдвинулся, но потом, вот как только он перехватил пас, он сразу же просто молниеносно приклеил его такой среднедлинной диагональю, конечно, очень красиво это выглядело, и сейчас вот что, ну, сетбол, ну да, ну сетбол, вот Артем еще в этом противостоянии не отбивал сетболов, это первый сет, где он в защите, вот будет сейчас показывать, на что он способен вот именно в этой ситуации. Рокинг, широкая защита, не дергается, дергается, не дергается, дергается. Долго смотрит на защиту, принимает решение, которое казалось по рисунку защиты правильным, но Артем был на месте. И банкшот, видимо, да. Да, интересно, что Саша успел перехватить на пятерки, но тут как бы мяч остановить и проконтролировать не удалось, и поэтому, конечно, мяч у Ильнуры, Ильнура закрывает сет, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Говорили мы, что бывает, не хватает как будто скорости на ударах, но сейчас вообще никаких вопросов к скорости мяча не было. Очень быстро, сильно, уверенно, квадратно. Да, так еще и в дальний угол, то есть, ну, мне, по крайней мере, показалось, что это было достаточно далеко. Мне показалось, что это что-то было между игроков, но по записи, по... как-то записи игры сложно, конечно, оценивать. Теряются иногда кадры в глазах. Ну, ничего, самое главное, что мяч оказался результативным, сет был закрыт, и вот с 2-0 ребята откопались уже до 3-2, и получается, что... Ой, ну, в общем-то, это последний сет, возможно, в этом противостоянии, потому что ребята как бы неплохо собрались, неплохо стали забивать, но и не последнюю роль в этих результатах сыграла Ильнура, потому что она, где нужно, действительно забивала, и, а как бы Артему и Саше забить из защиты, это достаточно серьезное достижение, причем так много. Да, да. Сколько, получается, голов 7, она забила, наверное, еще несколько. минимум 4. А максимум, ну, максимум, получается, 25, если так по количеству, да, смотреть. Ну, Саша тоже уверен. Обратно поменялись ребята, видимо, решили, что... Троллинг был, кажется. Немножко зликохи хватит. Но Филипп говорит, нет, ребят, не хватит. Сори, я продолжу вам показывать, что происходит, когда оно должно происходить. Забивает он Снэйк на себя. Счет 1-1. Но, тем не менее, Артем будет показывать то, чему он научился за предыдущие 5 сетов. Вот, к сожалению, слишком сильно он заброшил мяч, и попал он в игрока Филиппа, и вот снова отскок, не ловил Саша. Тут, ладно, справедливости ради, тут было практически невозможно это сделать, потому что мяч очень быстро отскочил. Забивает Снэйк. Счет 2-1. И как-то быстро, конечно, развиваются события в этом сете. Ребятам нужно, как будто, может быть, немножко сушить, может быть, брать тайм-аут, и может, подольше думать, потому что, как-то вот набрали обороты, и сложно их будет сейчас остановить, если ничего не менять. А тем не менее, это браш-пасс от Артема Бачкова и Снэйк. Уверенно. 2-2, да, у нас получается? Да, пока что, пока что все достаточно штатно. У тех и у других ребят сейчас есть, как бы, все шансы для того, чтобы, как минимум, забить гол, а как максимум, взять тайм-аут. И все еще. Ну, конечно, сложно, когда это не турнир, когда это не какое-то финальное стадия, прям, официального противостояния, как-то сильно зарядиться, разозлиться, покричать. Тем не менее, потихоньку они как-то вот начинают добавлять эмоции, но их не так много, как было бы, если бы это был турнир, а Филипп показывает нам, что, в общем-то, ему не важно, где, как, что и куда, он в моде при любой погоде. Да, он дает пас долго, большие тайминги, он берет сейчас на пятерки и на тройки, но нет, мне сейчас показалось, что не было. Не уверен. Решает посмотреть запись, чтобы глянуть, был гол и нет. Они пытаются, да, пытаются понять, и вот сейчас судейская бригада, ой, у нас даже реплеи, ничего себе, не, и что, вот как? я пока не очень понял. Так, еще раз смотрит запись. Как бы ты изнутри он вылетел. Либо изнутри, либо он как бы отлетел от штанги в игрока. технологии. Ага, все, засчитали, да, получается? Ну что ж, поздравляем, господа, поздравляем. Отсудили, правильно? Отсудили. Ну ладно, хороший был удар, мяч на пятерке, и вот у нас, благодаря этому, о, возвращает даже мяч. Ну, повезло, ничего не скажешь. Фэрплей, дружеская все-таки у нас матч сегодня. И тем не менее, насколько бы друзья ребята не были, все равно не жалеет Филипп на пятерке Артема. Попытался он от себя ударить, быстренько, как будто даже это был какой-то либо микроскопический, либо прямой вообще удар. Тем не менее, даже не топает, выставляет мяч, как Сафарлы. Бьет Снейк, длинный на себя, дотягивает. 4-2, и, конечно, пока что опасность приближается к ребятам из Москвы вообще максимально. Здесь Артему нужно продемонстрировать все свое хладнокровие, но пока что хладнокровие показывает только Филипп. Ставит на Снейк, раскатывает мяч. Саше нужно что-то придумывать. Он меняет игроков, отбивает великолепно, отбивает мяч, выставляет на двойку. На двойке у него есть много опций, и ему надо нам показать хотя бы одну. Вот он ее показал, но, увы, для него она не увенчалась успехом. Ну что ж, еще одна попытка, потому что, конечно же, не хочется просто так проигрывать, нам нужно 7 сетов. Да, смотри, первый матчбол не был забит. О чем это? Говоришь, что не только в России не умеют играть матчболы? Да, и, кстати, получается, что не все люди роботы. Правильно? Получается, что так. Вот один из них сейчас в защите, второй из них в нападении, пытается обмануть, попадает в штангу. Возможно, на реплее будет видно, что мяч залетел в ворота, но кажется, что нет. Снова мяч на пятерке, и вот сейчас такая, вот снова как будто бы бабушка, да? Ну, такая легкая, но она была полностью осознанная. И сейчас берется тайм-аут, и, в общем-то, осталось, что, взять и забить четвертый матч пол, правильно? Или там третий какой? Ну, явно не первый. А хотелось бы, чтобы, в общем-то, что? Чтобы было попроще. Кому-то точно. Да, потому что это напряжение и для Саши, и для ребят справа. Тема, я думаю, рад каждому незабитому матчболу. Не думаю, что Саша, конечно, разочаровывается, когда мяч залетает, не залетает ему в ворота, но, тем не менее, проще ему от этого не становится. Не, ну, тут для Темы, конечно, дополнительное давление, потому что, если сейчас они проиграют, то Ильнура, возможно, задумается и перестанет с ним играть ОД, и будет играть ОД только с Филиппом. А зачем это Артему? Правильно? То есть, тут как-то надо демонстрировать силу, но, возможно, конечно, это не получится и кажется, что действительно это не получается. Шост, мы поздравляем Филиппу Кучеру и Ильнуру Калинину. Это был прекрасный матч. Филиппу Калинину.